Привет, меня зовут Катя или Рина Руа, и сегодня я вам расскажу и покажу те книги, которые я купила себе в августе и которые я уже успела купить себе в сентябре на МКВЯ. Давайте пойдем на порядку и начнем с августовских покупок. В августе я купила себе всего 4 книги, в принципе не так много, обычно у меня покупки гораздо больше. И первая книга, которую я купила в августе, это был Олдос Хаксли, О Дивный Новый Мир. Мне кажется, эту антиутопию уже успели прочитать практически все, я осталась одна из последних. И вот я прочитала описание, прочитала отзывы и решила, что хочу познакомиться с этим произведением, тем более я обожаю антиутопии. Обожаю, но редко читаю. Это моя особенность. Также я купила себе на пробу Курта Воннигута и его колыбель для кошки. По-моему, у Аишат я видела обзоры на этого автора, и она так вкусно про него рассказывала, что я решила, что тоже хочу попробовать и почитать. Из всего, что было представлено на лабиринте у Курта Воннигута, мне больше всего понравилась колыбель для кошки. Не знаю почему, просто описание зацепило, поэтому на пробу себе взяла. Ну и тем более вот этот вот череп не мог оставить меня равнодушный. Также я решила себе купить книгу Сальвадора Дали «Дневник одного гения». Это мемуары Дали. Здесь содержатся записи с 1952 по 1963 год. И так я купила себе письма Ван Гога, то я решила, что и дневник Сальвадора Дали я тоже хочу. Потому что я люблю рисовать, мне нравятся эти художники. В общем, буду пробовать читать. Ну и последняя книга, которую я купила себе в августе, и, собственно, из нее я делала весь заказ, это письма Марины Цветаевой с 1928 по 1932 год. Я очень давно засматривалась на эти вот письма Марины Цветаевой, потому что я ее обожаю. Она одна из моих любимых поэтов. И вообще, письма в этом издании представлены в трехтомнике. Но я дождалась, естественно, того момента, когда в продаже остался только вот этот вот один. Это последний. Есть еще два, они тоже разбиты по годам. И я теперь вообще не представляю, где мне их найти, но мне их жутко хочется. Поэтому, если вы знаете, где можно найти первые два тома писем Марины Цветаевой вот в этом вот издании, то напишите мне об этом. Я очень-очень хочу себе их купить в коллекцию. Естественно, я еще не читала эту книгу, но я ее так полистала, прочитала какие-то отрывки. И что мне понравилось, что после каждых писем есть какие-то сноски, объяснения, пояснения. То есть, ты не просто тупо читаешь письмо и не понимаешь, кому она обращается, и вообще о чем идет речь. Нет, тут все как бы разложено по полочкам, и мне кажется, это очень-очень круто. Так что обязательно буду читать потихонечку, и надеюсь, первые два тома все-таки я себе найду. Обидно будет, если у меня будет только один. Ну, а теперь перейдем к покупкам уже сентября. Как вы знаете, в Москве проходила Московская международная книжная выставка-ярмарка. Мне кажется, уже практически все, кто живет в Москве рядом, побывали на ней, и они рассказали. И, конечно же, я не могла уйти оттуда без книг, хотя я собиралась вообще ничего не покупать себе, ну или там одну-две книжки, но нет. Хотя, собственно, я купила себе три книги, остальные мне подарили, поэтому давайте я вам их быстренько сейчас покажу. И начну я со своих покупок. Когда началась книжная ярмарка, люди стали постить оттуда фоточки в Инстаграм, и я увидела, что там продают Гарри Поттер на английском. Я прям загорела желанием себе его купить, потому что в переводе с пивак я его не хочу читать. В электронном виде мне читать его не очень удобно, потому что я не очень хорошо знаю английский, мне надо все что-то подписывать, выяснять и так далее. В общем, да. И я решила, что если я приеду на ярмарку, и там еще будет Гарри Поттер на английском, и он будет стоить не больше полторы тысячи рублей, я себе его куплю. И что бы вы думали? Я его там нашла. И самое забавное, что он действительно стоил ровно полторы тысячи рублей. То есть, в копейка в копейку. Мне совершенно, если честно, было не жалко этих денег, потому что я очень хотела себе Гарри Поттера в этом вот издании. Во-первых, это очень большая книжка, посмотрите, она действительно огромная. Я не знаю, зачем надо было эту пьесу так издавать, потому что шрифт тут не очень большой. Мне очень нравится эта суперобложка. Она снимается, и тут такой, знаете, минимализм. Но Гарри Поттер написано вот тут золотыми буквами. Я надеюсь, вам видно. В общем, я не задумываюсь купилась по Гарри Поттеру, когда я его нашла. Я буду потихонечку его пытаться читать и все-таки осилить. Ну, если у меня не получится, то я всегда могу прочитать его в каком-нибудь фанатском переводе, уверена, что он будет. И знаете, мне кажется, это одна из самых фотогеничных книг в мире, потому что любая фотка, на которой изображена эта книга, она просто безумно красивая. Так что она выполняет функцию не только книги, но еще и украшения. Если вы уже вдруг прочитали Гарри Поттер и проклятое дитя, расскажите, понравилось вам или нет. Потому что я слышала не очень хорошие отзывы на это произведение, но, собственно, я и не сомневалась, что оно будет не очень хорошим. Но все-таки хочу сама в этом убедиться. Но оно такое красивое, ну согласитесь. Далее я купила книгу Альберта Иванова «Опасные странствия Хома и Суслика». Это детская книга. Я думаю, многие в детстве смотрели мультик про Хома и Суслика. Я смотрела, мне он очень нравился. И в этой книге меня покорили иллюстрации. Я вообще люблю детскую литературу, а иллюстрации здесь, ну, просто божественные. Купила я эту книгу, естественно, не себе. Я ее подарю. Но, тем не менее, она мне очень нравится. У меня пока есть время ее рассмотреть и полапать. В общем, этим я сейчас и занимаюсь. Но это действительно очень интересная книга. Я уже первый рассказ прочитала в ней. И знаете, чем она мне понравилась? Тем, что в рассказе так ненавязчиво тебе какие-то, например, исторические даты говорят. И ты вроде бы как бы сама собой их запоминаешь. То есть я, например, не знала, что у Пушкина день рождения 6 июня, а теперь я это знаю. Собственно, это большой-большой плюс. И последняя книга, которую я себе купила на книжной ярмарке, это была на Рене Абгарян «С небу упали три яблока». Расскажу, как все было с этой книгой. Я поехала во второй раз в субботу на ярмарку, и моя подруга опаздывала на 2 часа. Это нормально. И я гуляла просто по ярмарке и случайно наткнулась на презентацию на Рене Абгарян. У нее вышла новая книжка, не эта, а другая. И я постояла, послушала, и я поняла, что я слышала про этого автора, и она мне просто очень понравилась. Вот как человек, как она разговаривает, что она говорит. Она очень улыбчивая, такая солнечная. Мне просто она понравилась. И я решила, что хочу купить себе ее книгу, попробовать почитать и в то же время ее подписать. Как вы знаете, я очень люблю книги с автографами. Думаю, все их любят, потому что как бы это такая частичка автора, он тебе становится немножко ближе. И я пошла в «Читай город», посмотрела все книги, какие у них есть на Рене Абгарян. И больше всего меня зацепилось, в небо упали три яблока. Знаете, как я выбираю книги себе? Ну, естественно, по обложке. Обложка меня должна заинтересовать. Но еще у меня есть самый верный способ. Я открываю просто первую страницу, первой там главы и так далее, и читаю. И если первые строчки мне чем-то нравятся, чем-то меня цепляют, просто как-то запоминаются, то я не задумываясь беру себе книгу. Собственно, именно с этим произведением у меня пробежала вот эта вот искра после прочтения первой страницы. И я его себе купила и, конечно же, подписала у Нарине Абгарян. Я знаю, что многие любят эту писательницу. Расскажите, читали ли вы ее книги уже? Если да, то понравились они вам или нет. А я обязательно в скором времени прочту эту книгу, потому что в электричке я уже начала ее читать, и от нее просто не оторваться. Ну и теперь давайте перейдем к подаркам. Первая книга, за которой я, собственно, и оказалась в первый раз в четверг на книжной ярмарке, это книга Майя Леонард Фабер «Восстание жуков». Это книга издательства Робинс. Я прочитала уже три главы, они мне очень понравились. Мне уже не терпится узнать, что же будет дальше. Как вы понимаете по обложке, это такая подростковая детская книга, но она очень интересная. И, как всегда, у Робинса прекрасное оформление. Мне очень нравится рассматривать всяких этих жучков. Хоть я и не люблю насекомых, но все-таки это прикольно и приятно рассматривать. Так что я обязательно в скором времени прочту эту книгу и расскажу вам свои впечатления. И да, издательства Робинса сделали еще такое приложение, которое называется «Живая картинка». То есть вы его скачиваете в Google Play или в App Store, наводите на обложку, нажимаете на жучка, и жучок оживает. И с ним можно фоткаться и сделать прикольные фотки. Мне кажется, это очень интересно. Реально жук как живой. Я же прям немножко испугалась, когда я его увидела. Но это очень прикольно, очень забавно. Так что, если у вас есть свободная минутка, займитесь. Это весело. Ну, а издательству огромный плюсик за креативность. Ну и последние три книжечки — это издательство «Азбука». И первая книга, которую я вам покажу, — это книга Джексона Маккенди. «Как распознать лжеца и манипулятора среди партнеров, коллег, начальников и не стать жертвой обмана». Как вы понимаете, это не художественная литература, это нон-фикшн. Мне очень понравилась тема, довольно интересная и необычная. До этого я не встречала книг на подобную тему, поэтому будет очень интересно почитать и ознакомиться. Я ни в чем не уверена, потому что до этого не слышала про этого автора вообще ничего. Но думаю, что хоть что-то полезное я для себя отсюда вынесу и как только прочитаю, обязательно вам расскажу. Ну, в общем, это для меня такая вот экспериментальная литература, можно так сказать. Также я буду знакомиться с творчеством Марка Леви и его новой книгой «Опрокинутый горизонт». Я давно услышала про этого автора, давно смотрела на его книги, но вот все время меня что-то останавливало. Ну, а теперь я обязательно с ним познакомлюсь, наконец-то. И надеюсь, что он мне понравится, потому что я про него слышала только положительные отзывы. Так что возлагаю большие надежды. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это новая книга Джоджо Моэса «Две встречи в Париже». Я тоже сейчас творчеству Моэса вообще не знакома, я не с некоторым предубеждением к ней относилась, но мне очень понравилась обложка этой книги. Название и вообще формат, она такая маленькая, милая и романтичная. Я надеюсь, что я очень быстро ее прочитаю, вам о ней обязательно расскажу. И я думаю, она мне понравится, потому что я почитала описание, прочитала первую страницу, мне все понравилось, так что, возможно, в полку моих любимых авторов прибавится. Ну, а на этом все. Вот такие вот получились мои книжные покупки за август и за сентябрь, которые я сделала на ММКВЯ. Давайте это все подымем, подняли, мы молодцы. Это не так тяжело, как бывает обычно, что уже радует, но лучше все равно это поставить. Если вы читали какую-либо из этих книг, расскажите, понравилась она вам или нет. Расскажите, были ли вы на ММКВЯ, если да, то что вы там себе купили, вообще понравилась вам сама ярмарка или нет. Ну, а если вы живете не в Москве, то расскажите, что вы себе купили за август и за все те дни, которые уже прошли в сентябре. Также я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте, что всякие интересные ссылочки я оставляю в описании, что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну и также помните, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую и что мы очень скоро с вами увидимся. Пока!